Давайте, наверное, с общих впечатлений начнём. Ну, я, в общем-то, как и предполагал, это всё по большей части для западного зрителя, не для нас. Для нас практически ничего нового там нет. Я не про то, что Владимир Владимирович одно и то же говорит, а про то, что все тезисы давным-давно озвучены и понятны. А вот для них, да, для них всё это необычно и непонятно. Ну, что ж, раз надо для западного зрителя, вот для западного зрителя пусть наслаждаются. А вот то, что непонятно, я на самом деле так до конца для себя секрет, скажем так, не раскрыла. Вот действительно то, насколько был удивлён Таккера очень многим фактам, которые для нас известны. Вот Владимир Путин в очередной раз про них говорил и рассказывал как раз-таки подробно. Его удивление, как вам кажется, оно было абсолютно подлинным и таким образом это действительно подтверждает изначально анонс. Я беру интервью у Путина, потому что американцы ничего не знают, не понимают. Или немного наигранность, может быть, была с его стороны? Нет, я считаю, нет. Во-первых, первое, и оно же главное, он американец. Американцы, ну, как мне кажется, я из собственного опыта общения, они неплохо разбираются в том, что происходит внутри их родной страны. И как-то вот практически совсем не разбираются в том, что происходит в других местах глобуса. Если где-нибудь, например, в Англии, которая с ними исторически связана, там, да, чего-то понимают, то касательно России, на мой взгляд, не понимают ничего, не хотят понимать. Ну, в случае с Такером Карлсоном, ну, он типичный американец. Образованный, да, но все равно американец. Это, знаете, неоднократно приводил пример. Есть такой совершенно дурацкий американский фильм «Шпионский мост» про то, как советские войска сбили самолет, американского разведывательного самолет, американского летчика Пауэрса, и как его меняли на нашего разведчика Абеля. И там Том Хэнкс в главной роли. Фильм настолько вот стереотипно тупой. Знаете, вот поезд электричка переезжает из западного Берлина в восточный. В западном Берлине солнце светит, в восточном Берлине идет снег, и там практически Сибирь. Там какие-то упыри обитают. То есть вот настолько вот штампы, он едет через Берлинскую стену, а там из пулеметов лупят по каким-то вот бегущим людям, которые через Берлинскую стену хотят перелезть. Потом, значит, в конце адвокат Том Хэнкс возвращается в США, и там едет на электричке, а там американские дети, солнце светит, красота, и американские дети лезут через заборы, и никто по ним из пулеметов не стреляет. Я аж заерзал, думаю, ну кто такую дешевую, вот такая дешевая, тупая дурость? Кто это сделал? Ну, режиссер, понятно, Стивен Спилберг. Ну, к этому претензий нет, все понятно. А сценарий кто написал? А сценарий написали братья Коэны. А братья Коэны, вот в моем понимании, это вообще гении американского кинематографа. Если у гениев вот такая вот субстанция в отношении нас в головах плещется, то что хотеть-то от простолюдинов, обывателей? Ну, вот Тайкер Карлсон с моей точки зрения удивляется абсолютно искренне. С одной стороны, это часть его профессии, он должен дать эмоцию, так сказать, чтобы зритель тоже прочувствовал, ой, как необычно тут сказали. А с другой стороны, нет, не верю, что он лицемерит. Он просто не знает. Для него действительно это удивительно. Я больше скажу, что Владимир Владимирович, как человек, умудренный опытом, не просто так. Для начала зачитал ему получасовую лекцию относительно истории России. У нас любят рассказывать, знаете, что в Америке-то истории нет. Нет истории. Ну, тут я бы их поправил. Вот, например, город Санкт-Петербург построили в 1703 году, заложили. А вот Нью-Йорк в 700-м как-то постарше получается, с одной стороны. С другой стороны, ну как, они же не на ровном месте, это люди, приехали из Великобритании. Там с историей все в порядке. В Великобритании еще до Цезаря все хорошо было. И с викингами все нормально сложилось. Ну, просто там своя история, я думаю. Да, да, да. Ну, наша история их не касается. А наша история, оказывается, в тысячу лет. Говорит, и вот тебе примеры, посмотри на пальцы. Было так, а стало так. Было так, а стало так. Вот это было в нашей истории. Вот это и вот это. А закончилось все. Гражданин Карлсон, вот этим. И, гражданин Карлсон, можешь сделать выводы, чем закончится текущий момент. Ну, безусловно, для него это открытие. Безусловно. Я считаю, что он не лицемерил, а совершенно искренне удивлялся. Давайте как раз-таки поделюсь, да, что сказала Карлсон уже после интервью, как оно вышло. Но говорит, что только идиот может верить в намерение Москвы атаковать Европу. И что заявил об ошеломляющих доказательствах того, что полтора года назад с подачи администрации американского президента были отвергнуты предложения о начале мирных переговоров. Я напомню, или там для тех, кто не смотрел, расскажу. Значит, Владимир Путин передал ему целую папку, да, там копии архивов. Ну, собственно говоря, я думаю, что Такер либо уже что-то прочитал, либо много нового для себя узнает в ближайшее время. Что в Кремле сказали по поводу интервью, что будут за рубежом обсуждать не один день, но действительно еще до выхода. Уже, знаете, такое было прилагательное, что это историческое интервью. Вот насколько вы согласны? Это полностью. Мы как-то это, я не знаю, меня в Советском Союзе выращивали, поэтому я никакой этой западной, так называемой, демократии ни малейшего уважения не питаю. То есть, с моей точки зрения, как меня с детства учили, так я ровно так же, я это понимаю до сих пор. Это ложь и обман. Демократия не является единственной формой правления в человеческих сообществах. Она не является какой-то панацеей. Она далеко не для всего годится. И вот эта попытка ее навязать преследует цель не сделать нам жизнь лучше, а уничтожить наше государство и нас вместе с ним. И вот мы наблюдаем, как работают западные СМИ. Почему-то для всех это стало, для массы окружающих меня людей, какое-то открытие. Вы знаете, оказывается, они все ходят с троем и выполняют единую команду. А откуда она исходит? Вот откуда исходит, понять не можем. Ну как откуда? Из США. И шутки про Вашингтонский обком абсолютно не смешные. Вот вы лжете все дружно, всеми своими демократическими, свободными СМИ. Вы все лжете. И при этом делаете это по единой команде, по единому шаблону. И шаг влево, шаг вправо – это вот расстрел мгновенный. То, что журналист Такер Карлсон, я это не вижу как его личную инициативу, так скажем. Он представитель определенных правящих кругов, определенных политических кругов, которые категорически внутри США категорически не согласны с тем, что делает маразматик Байден и куда он волочет страну. Соответственно, вот он приехал. Ну а давайте вот с этой стороны зайдем. А давайте мы в конце концов Путина послушаем. Ну в конце-то концов. Ну давайте. Может, у него свои какие-то резоны. Узнаем. Начнем разговаривать. Помните, был такой художественный фильм «Последний самурай» с Томом Крузом? Да, да, да. И там японец приводил пример. Давайте, вы скажете, как вас зовут, я скажу, как меня зовут. Тут получится беседа. Ну вот тут должна получиться беседа. Тут противоположная сторона Российская Федерация в лице Владимира Владимировича Путина вот возьмет и озвучит, как это видим мы с нашей стороны. И чего мы хотим. Без этой вот постоянной лжи, дружной по команде, про какую-то там пропаганду и прочее. Главные пропагандисты на планете Земля, это как раз не мы, а они. И да, естественно, и с моей точки зрения, тоже это серьезнейший прорыв. И действительно, историческое событие, да. Я с вами, знаете... Уверен, что всем на пользу. Интервью дало возможность, Вашингтон-Пост об этом пишет, обратиться к сторонникам Трампа и убедить республиканцев блокировать помощь Украине. То есть, тут интерес Трампа прослеживается. Естественно, безусловно, да. Поскольку все, что сейчас творится на Украине, это дело рук Байдена, то Трамп на этом, даже при том, что он, например, со всем этим согласен, и так и надо, но в борьбе за президентское место он все это использует, безусловно использует, да. О, посмотрите, что маразматик-то устроил. Пацаны, выбирайте меня. Я этот безобразие... Как он говорил? Я за один день прекращу боевые действия на Украине. Ну, тут-то это... Как мне это видится? Ну, есть два исхода. Исход номер один. Достаем ядерную дубину, вы доведете. Достаем ядерную дубину и лупим изо всех сил всем, что у нас есть. На этом история западной цивилизации закончится все навсегда. Наверное, и нам серьезно попадет. Не надо сомневаться в этом. Но это кому-то надо? Вот вопрос. Войну ведут в том, чтобы получить некий... добиться неких целей и воспользоваться результатами. В случае ядерного удара никаких результатов уже не будет. И вы ничем не воспользуетесь. Не воспользуетесь. Вас просто не будет. Но так если вы не хотите до этого доводить и при этом не лицемерите, но так если вы видите, чем это закончилось, ну, может, это... Надо бы сесть за стол переговоров и поговорить. Другое дело, что переговорные позиции окажутся несколько несопоставимыми с тем, что вам бы предложили раньше, до начала специальной военной операции. Да, Россия выдвинет, как мне кажется, серьезнейшие требования. Наши требования в целом простые. Все ли в обережье Днепра? Раз. В обережье Черного моря от Одессы до Приднестровья? Два. Вот это, так сказать, вот с моей точки зрения, это то, что нам в первую очередь надо. Ну, а там как получится. С остальным договориться. Что там у вас румыны отгрызут? Что у вас венгры отгрызут? Вот это нас вообще не интересует. Вам уже объяснили, что с вами будет, и что поляки отгрызут. Ну, на здоровье делитесь там. Но даже самый худой мир, он лучше добротной войны. Нам это, у нас многие тоже там это, бьются в истерике. Сейчас мы как дадим, сейчас мы как дадим, не дадим. У нас нет сил для походов до Лиссабона. Просто нет. Нет, это легко говорить, безусловно. Как только вы начнете хоронить собственных родственников, мнение у вас радикально изменится. А у нас у всех там есть родственники. И мы хотим наших родственников домой живыми и желательно здоровыми. Не надо нам это. Если можно решить путем переговоров, да, давайте решать путем переговоров. Позиция только у нас теперь гораздо сильнее. Ну, а то, что Трамп захочет это как-то решить вот по-другому. Мало, что ли, в США своих проблем, что деньги надо лить не на Украину, где их все разворовывают крайне бодро, не добиваясь никаких результатов, или все-таки внутри Соединенных Штатов решать какие-то свои проблемы. Ну, наверное, вот в настоящий момент, я уверен, внутренние дела, они гораздо важнее этой свары на Украине.